всем привет сегодня 3 марта 22 года и я продолжаю серию интервью сегодня за день их прям сильно много но тем не менее и продолжаем разговаривать на тему поставки материалов в том числе естественно отделочных и сегодня поговорим ну сейчас поговорим с оксаной она как раз является поставщиком отделочных материалов это краска которая нам всем так полюбилась краска laners это декоративные штукатурки это обои это лепнина и естественно я тоже позвал оксану потому что все эти материалы присутствуют практически во всех наших проектах без краски никуда вопрос как что сейчас у вас происходит с поставками что нужно закупать не закупать чё вообще происходит всем добрый день ну что происходит на самом деле что говорят поставщики есть разная категория поставщиков но нам повезло больше потому что мы все же работаем с российским с российскими поставщиками и поскольку мы являемся эксклюзивными представителями в екатеринбурге сверховской области laners а компания российская да это краски это декоративная штукатурка то здесь какого-то ну какой-то сильно проблемы нет у нас было там стоп допустим продаж именно от поставщика там в течение трех дней для того чтобы он понял ситуацию оценил как дальше действовать но поскольку у нас есть складские остатки то мы продолжали работать в том же режиме но и сейчас соответственно тоже соответственно мы работаем в этом же режиме да у нас произошел скачок сцен но там примерно процентов на 20 сейчас у нас прайс поднялся на всю продукцию и с точки зрения вообще всего ремонта я считаю что в целом до того что сейчас происходит и цены понятное дело растут поскольку мы находимся на российском рынке и продаем российский продукт нам наверное гораздо проще и понятнее как действовать дальше потому что вот у нас есть ну да вырос прайс но тем не менее материал есть мы понимаем что это в рамках ремонта наверное финишная отделка и финишные материалы это не такая большая доля составляет поэтому бежать там и искупать все подряд я думаю что не надо а вообще нужно действовать исходя из ситуации и возможностей нужд который есть на сегодняшний день да то есть если у вас по срокам там подошла покупка чего-то конкретного ну и надо обратить наверное внимание на это понятно что нам хотелось бы чтобы сейчас все побежали скупили у нас все полки но я считаю что это не совсем целесообразно все же продукт есть материал есть цена понятно на сегодняшний день и нужно полномерно к этому идти если у вас есть средства да какие-то лишние можно пойти купить краску там или декоративную штукатурку но это не значит что мы будем ее колеровать вы там поставить ее дома и нам будет вас год хранится ну то есть это тоже такой вариант который не нужен вы можете нам платить и соответственно мы храним ее уже у нас то есть мы идем сейчас по по такому пути понятно что с одной стороны это вроде накладно да у нас там складские остатки стоят и нам надо это как-то хранить но я считаю что для клиентов это сейчас некий сервис от нас до такой который позволит но как-то дальше работать в таком режиме но чем чем есть возможность помогать тем помогаете да на самом деле у нас сейчас такая позиция ну вообще в этой ситуации мне кажется каждый салон компании они должны оставаться людьми это не значит что нужно сейчас на всем искать какую-то выгоду сейчас основная задача удержаться на этом рынке да там давайте какой-то сервис более качественный возможно где-то искать для клиента более какой-то подходящий продукт в рамках нашей продуктовой линейки то есть если кто-то мой раньше себе позволить краску монс сейчас не может есть аналог но не то что аналог а краска которая по каким-то свойствам немножко другая но у нее другой и ценовой диапазон соответственно мы сейчас работаем в этом направлении хотелось бы конечно же чтобы все все везде было покрашено краской монс но тут понятное дело мы смотрим уже на бюджет клиента поставщики которые вам везут краску декоративную штукатурку они не закрылись они не отказываются от поставок они также продолжают отгружать поэтому нету в какой-то ближайшей перспективе ощущение того что полки останутся пустыми геннадий директор завода laners нас на самом деле у нас есть чат общий дилерский да там и представители и он нас заверил о том что перебоев с поставкой не будет что материал есть он может выполнить все наши все свои обязательства до которые мы на него накладываем наш склад тоже я его пополняю постоянно даже в такой ситуации то есть мы успели что-то докупить до этой ситуации мы постоянно выполняем и сейчас уже в нынешних реалиях а пополняем склад то есть мы понятное дело идем на то чтобы у нас склад был забит для того чтобы материал был постоянно на складе на остатках а что со штукатурка ведь я знаю что много штукатурки это же не отечественная это привозная там есть итальянская еще какая-то есть готовые смеси итальянские есть краски итальянские ну что произошло с импортным материалом цена возросла то есть на какой-то момент еще больше да на какой-то момент не на 20 процентов примерно там ну от 20 до 35 до от каждого поставщика по-разному есть опять же конкретный прайс на сегодня да он есть но прайс может измениться в любой момент потому что все же это привязка к доллару и евро она существует его в течение дня могут поменять да но смотрите сейчас как вообще строится поставка в по обоям по лепни не по материалу который итальянский да допустим или заграничный есть такая есть такое правило игры вот вы запрашиваете прайс ну то есть к прайс на сегодня актуален если вы до 17 00 его не оплатили завтра он может измениться либо может быть стоп поставка да ну то есть как бы материал на остатках есть в той же москве там на складах каких-то больших но поставщик оставляет за свое право просто заморозить этот материал в силу того что он не понимает что происходит и не может продать по той цене по которой бы он мог продать вчера поэтому вот здесь некая такая зыбкость есть но ты так думаешь как считаешь то есть лучше обратить взгляд на отечественного производителя ну например той же краски той же штукатурки с ней более понятна ситуация ну поскольку мы уже работаем с отечественным производителем наверное пять лет я считаю что вообще на российском рынке сейчас появляется гораздо больше продуктов которые отвечают качеством потребностям клиентов поэтому мне в сегодняшних реалиях удобнее работать с русским с отечественным продуктом который отвечает тем требованиям которые мы заявляем которые хотят от нас клиенты поэтому я считаю что в каких-то позициях да можно нужно даже обратить на российский рынок ну мы живем в россии да и тем не менее мы хотим что-то такого красивого заграничного новым в российском продукте есть очень много качественного материала красивого материала и можно сказать что в некоторых поставка даже в некоторых материалах это иск эксклюзивно в том числе декоративная штукатурка это же больше не банка да там с материалом это больше эффект который придумываем мы да непосредственно с декораторами с технологами поэтому я считаю что российский рынок сейчас отвечает требованиям заказчиков ну а что с лепниной вот эти молдинги карнизы все ну смотрите вот сейчас по ороку прямо сегодня вот буквально там пять минут назад то есть если орок декор да если допустим у поставщика цена на вчера еще были прайсы вроде как неизменные они подняли недавно у них как раз в начале февраля было изменение прайса и там еще два дня назад меня заверяли о том что изменений прайса не будет то сейчас они прислали информацию о том что в связи с такой ситуацией прайс будет меняться да и ну то есть мы работаем по той же системе мы сначала запрашиваем стоимость а потом озвучиваем клиенту стараемся в течение дня это ну как бы оплатить и иначе завтра непонятно что будет вот это я не знаю чего это зависит то есть внутри компании я посмотреть не могу возможно ну вот эти скачки евро и доллара пока мне не совсем понятно как они сильно отражаются на ту продукцию которая есть на складе но понятно что закупать потом это надо будет по какой-то другой цене уже и все риски пытается некоторые поставщики ну как бы условно сейчас заложить в ту цену товара которая не готова какой предоставить что с обоями я считаю что рынок обоев он такой опять же обратить надо на российского поставщика он у нас есть лаймин и меласа отличные отличный материал это метровые обои у них есть хорошие дизайны поэтому цена у них пока не растет пока не придерживаются того же ценника я думаю что склад у них тоже запас заполнен ну и в принципе производство находится в россии поэтому они оперативно могут выполнить свои обязательства ценник это такой средний средних сегмент поэтому мне кажется что здесь можно если кому то очень хочется обои на фреске и обои все что производится в россии пока ценник такой достаточно адекватный то есть он прям постоянно не растет вверх ну то есть какие-то изменения есть соответствием эта вся есть где-то на складе я так понимаю или нет это даже сл들이 аж что то есть на складе что-то производится то есть они в принципе всегда работали в таком режиме если у них нет на складе в течение 10 дней они могли это произвести то есть там если и будет какие-то повышения цен я думаю только на краску до которая в принципе достаточно импортная проблема на импортные обои те которые вы везете там италия франция испания да вот это все и даже на обои которые дешевого сегмента вот они на них как раз сейчас какая-то такая проблема именно в ценообразовании потому что как не далее вчера у нас прямо это было мы значит нам выставили определенный прайс мы работаем по этому прайсу продаем заказчику а потом на поставщики присылается счет который просто вырастает и это прям борьба борьба за каждого клиента потому что мы тоже должны выполнить свои обязательства и мы не можем позвонить клиенту сказать извините сейчас цена через полчаса выросла но я считаю что это просто не не этично в этой ситуации поэтому мы но либо просто себе в убыток это выполняем либо пытаемся каким-то образом договориться договориться очень сложно на самом деле понятно ну в общем тогда вот если мы рассматриваем ситуацию что человек находится в ремонте ему нужно там куда-то обои купить где-то краску покрасить там возможно декоративную штукатурку вот ему как вот сейчас лучше поступить твоя рекомендация есть какая по этому поводу но я считаю что если у вас в ремонте уже есть вы понимаете что у вас будет где-то краска где тобой где-то декоративная штукатурка я считаю что уже сейчас стоит начать выбор по крайней мере выбор до этого посмотреть ознакомиться с ассортиментом опустим выбрали познакомились дальше что покупать или ждать ну я думаю что сильно но смотрите если есть деньги да на это то я считаю что нужно покупать сейчас если вы понимаете что непонятно что с курсом да что что непонятно что будет с курсом если вы понимаете что вам сейчас важнее купить я не знаю там мебель да потому что ну там совсем уж цена как будто будет скакать или я не знаю там то вот что может вывести просто с рынка и вот сейчас это есть а завтра этого не будет тогда наверное вам стоит обратить на это внимание есть на те вещи если вы понимаете краска не уйдет с рынка то есть она может быть придет другого сегмента на может быть ну то что было совсем дешево станет как бы средний семена то что было средний сегментом идет дорогой сегмент возможно просто поменяется вот эти части но так чтобы прям совсем краска ушла с рынка такого не будет но слушай ну мы не вернемся к пф-15 я надеюсь я очень надеюсь потому что мне очень не хочется отказываться от монса и ну единственное что гена может сделать он просто может пересобрать форму а это в принципе возможно поскольку он находится в россии он просто перед пересоберет эту форму сделает качественный продукт но уже не на импортном сырье она отечественном сырье но просто тут вопрос на это потребуется просто время да среди твоего ассортимента то есть ты даешь какие-то рекомендации клиентам которые приходят сейчас что например вот это подождите тут могут быть с этим проблемам а лучше вот вот это посмотреть а вот это вообще в наличии да на самом деле мы так сейчас и делаем вот сегодня у нас запланирован встречи с заказчиками я понимаю что вчера у нас были у нас сейчас есть большой объект к на котором тоже надо как бы обои соответственно мы говорим вот это без проблем ну то есть понятно что вы не примете быстрое решение вы не при не сможете поскольку вы большая компания вы не сможете быстро оплатить да но есть какие-то моменты там юридические все остальное вы давайте обратим на это внимание то точно мы сможем сделать и выполнить свои обязательства здесь не факт ну то есть понятное дело что сейчас заказывать то что идет у нас там 3-4 месяца но никто не берет эти заказы потому что непонятно они придут они смогут прийти или срок увеличится или деньги потом увеличится поэтому вот это вот плечо ну непонятно связано с тем что вы же вы же дилеры то есть у вас же поставщики там это москва у которых вы берете правильно вы же не напрямую везете нет мы не напрямую везем и поэтому здесь есть риск мы мы-то выполним свои обязательства мы не знаем под нас наши поставщики выполнят эти обязательства или нет и тут вот как раз оказаться в этой ситуации очень прям не хочется до тебя разговаривал здесь санны на как раз возит итальянскую мебель она говорит вообще никаких проблем в плане выполнения обязательств с итальянской стороны вообще не всеми руками за вот просто мы повезем либо таким путем либо другим путем либо там еще каким то то есть у нее ну как бы прямой такой получается путь то так как ты представитель все-таки то есть через основное там какой-то то получается что ты не знаешь вот этой вот истории какой тропой они повезут повезут ли вообще поэтому ты говоришь что здесь вот сложно с этим да я то есть я продаю на сегодняшний день я продаю в том в чем уверена и те обязательства которые я могу выполнить потому что я считаю это честно по отношению к своим сотрудникам по отношению к своим заказчикам поэтому я обращаю сегодня весь взгляд на российский рынок этот продукт который мы продаем уже много лет и нареканий по нему нет поэтому у нас есть компаньоны которые возят и поставщики которые возят и италию и францию то есть мы можем выполнить эти обязательства пока у них есть это все на остатках но под заказ прям тут много но 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 мы можем договориться но всегда оставляем за собой право что извините а может быть форс-мажор в нынешних ситуациях это есть ну собственно друзья вот вы послушали продавца в общем-то очень важных отделочных материалов в нашем городе в городе екатеринбург но я думаю что с этими же материалами в других городах происходит все то же самое вот поэтому если у вас есть какие-то вопросы или они появятся то конечно вы можете написать в комментариях я если смогу отвечу сам если нет оксана подключу вот у меня будет еще серии интервью поэтому если вам эта тема интересна то жмите на колокольчик вам придет уведомление подписывайтесь на канал если вы до сих пор еще этого не сделали ставьте лайк ну и все на этом всем пока оксана спасибо тебе большое спасибо до свидания спасибо